Андрей, мы очень рады, что вы сегодня у нас в пресс-центре, у нас на площадке. Мы вас приветствуем. Добрый день. Здравствуйте. Буквально на днях 6 февраля вы отметили свой юбилей, 50-летие. Конечно, примите наши самые искренние поздравления и самые теплые пожелания. Спасибо. Наша встреча сегодня посвящена, приурочена творческим событиям юбилейного года. Конечно, хочется отметить, что мероприятий очень много, программа очень насыщенная. Это и издательская деятельность, и выход сериала, и открытие выставки, ну и, конечно же, концертная программа. Поэтому мы очень рады, что вы нашли время в такое непростое для юбиляра время и присоединились к нашему мероприятию, чтобы поделиться с нашими зрителями, с нашими слушателями, собственно, планами и анонсировать юбилейную программу. Андрей, позвольте, я начну с юбилея. Действительно, очень такое значимое событие произошло в вашей жизни. Вы уже отметили его или еще планируете? Да нет, мы его отметили в дату, как полагается, 6 февраля. И на следующий день уже, в принципе, я концентрировался на работе, которая на протяжении, я не знаю, крайне полгода. Вообще, по сути дела, нет, так называемого, свободного времени вообще нет. Ну, с другой стороны, это я не жалуюсь, и мне от этого только приятно. А какой был формат? Это концерт, близкая встреча с друзьями, что это было? Формат юбилея? Это близкая встреча с друзьями и концерт. Ну, концерт не наш, а там группа спела, мировые хиты. Вот. Мы клуб снимали, и вот туда я всех приглашал. Ну, действительно, конечно, хочется отметить, что юбилей – это определенная дата, определенный рубеж, время, когда можно подвести определенные итоги, собрать лучшие моменты жизни, моменты творчества воедино. Вот. Как вы подходите к этой границе? Что является для вас вот 50-летие? Определенная цифра в паспорте или все-таки какой-то рубеж по жизни? Да и ничего. Что было вчера, что то же самое сегодня. Я не стал бы жизнь делить на какие-то даты и так далее, потому что это же все условности. На самом деле, красивая, круглая дата, может быть, внушительная, да. Я в душе себя чувствую на 35, наверное. Поэтому, может, на 30. Поэтому мне как-то, даже я бы сказал так, что это как-то немножко несопоставимо. Возраст и как принято считать. Потому что я в детстве думал, что 50 лет – это очень взрослые люди, а сейчас понимаю, что нет. 50 лет – жизнь только начинается. Да. Андрей, предлагаю более подробно поговорить о юбилейных событиях года. И позвольте, начнем с издательской деятельности. Вот у нас на площадке пресс-центра представлены две книги, коллекционное издание. Это «Король и Шут. Старая книга» и «Король и Шут. Старая книга. Незавершенные истории». Одну из них мы уже презентовали у нас на площадке в книжном салоне. Сейчас мы видим дополненную версию. И, конечно, предлагаю немножко поговорить о них. В них опубликованы рукописи и архивные материалы, конечно, которые приближают фанатов к творчеству группы «Король и Шут». Что для вас значит такая действительно очень масштабная работа? Ну, она не то чтобы дополненная версия, вот эта красненькая, а она является, ну, скажем так, такая самодостаточная. Потому что в одной у меня собраны чистовики всех текстов, которые я писал на протяжении определенного отрезка времени. Все-таки уже в гаджеты я перешел в более поздний период творчества. До этого все писал от руки, чтобы все тексты можно было запомнить и сохранить. Я их записывал в так называемый чистовик, оформлял его всякими картинками. И эти чистовики, они сохранились до нынешнего периода. У меня по поводу них никаких планов-то, собственно говоря, и не было. Но однажды мы с супругой побывали в музее рока в Сиэтле. И увидели, что у Курта Кобейна выпущена книга с его черновиками. Нам показалось это жутко интересным. Ну, потому что, например, я взял эту книгу в руки, и мне было интересно посмотреть, как у него там все эти творческие процессы складывались. И, соответственно, она говорит, слушай, а у тебя ничего такого нету. Приезжаем домой. Ну, я залез в свои архивы, а у меня целых два так называемых чистовика. На базе этого была идея создать вот эту вот книгу, первую часть. И мы ее сделали. По прошествию двух или трех лет поступило предложение уже от издательства на вторую часть. И вторую часть мы собрали уже из рассказов юношеского периода, потому что я пробыл себя в этой деятельности, так сказать, на основе песен «Короля и Шута» или просто на другие разные темы. И плюс комиксы. Это все попало во вторую часть. Вот. И, конечно же, могут быть мысли насчет третьей части. Я даже знаю, с чего она может состоять, потому что многие такие вот поклонники, которые хотят вот прямо вот полностью погрузиться во всю историю создания известных песен, они по поводу первой части сказали, что все здорово, но хотелось бы увидеть и настоящие черновики. Ну, то есть там, где зачеркивание, вычеркивание и перечеркивание, короче. Вот. И это все тоже сохранилось. И вот на основе этого, наверное, будет и третья часть. Ну, конечно, хочется обратиться к юношескому времени. Собственно, когда создавались эти записи, эти дневники, у вас был прицел на будущее, что, возможно, когда-то это прям станет прицелом? Да, наверное, был. Наверное, был. Я не знаю, это очень сложно сказать, потому что черновики, чистовики эти, я, ну, как бы делал красиво. То есть я красивым почерком, понятным писал, я делал к ним какие-то зарисовочки, значит, старался, ну, то есть, если там, ну, особо не черкать, не чиркать, то есть, ну, как бы, чтобы все было красиво. И, видимо, ну, где-то, может быть, подсознательно, а может быть, даже сознательно, я думал, что однажды, может быть, это будет интересно. Вот. Вот. Как бы это однажды наступило в итоге. Ну, действительно, хочется отметить, что черновики выполнены в достаточно таком читабельном и очень, ну, привлекающем взгляд, виде. А вот все-таки рукописи, да, они отсканированы, опубликованы, ну, в первозданном виде. Да. А почему вы все-таки отказались от редактуры? Такая идея, да, была изначально? Да, потому что смешно было бы это редактировать. Это все-таки, знаете, как моя супруга говорит, поток юношеского сознания. То есть, естественно, с точки зрения, там, литературы, читать это людям, которые, в принципе, читают книгу, это только с позиции того, кому интересно творчество короля Ишута и понимать вообще, как там работали мозги в процессе написания вот этих вот песен и что еще было помимо самих текстов. С этой точки зрения, да, она как бы в этом смысле интересна. Поэтому мы решили, что пусть это будет там со всеми ошибками, со всеми помарками, но зато вот это как будто бы вот все эти тетради, которые там мы сканировали, как будто человек их получает и их там листает. Как-то так. Ну, старые книги, конечно, это обращение к времени группы Короля Ишут. А вот сегодня что для вас значит тот период, собственно, творчества на момент в этой группе? Ну, для меня, ну, это, во-первых, моя жизнь, большой, большая часть моей жизни. Во-вторых, это для меня во всех отношениях фундамент, потому что жизнь идет дальше, и это моя база, мой фундамент, и такой, который не это, не расковырять, не раздробить и так далее. Вот. Ну, то есть, наверное, все самые лучшие слова, которые я мог бы сказать, я обращу к этому периоду нашему, нашей вот этому становлению с Михой, с горшком, значит, вот этой работе постоянной, фанатизму. Мы фанатично очень в свое дело отдавались ему. Как бы вот Король Ишут – это сила. Понятно. Позвольте тоже продолжим, поговорим тоже об издательской деятельности. Вы планируете к выходу новую книгу «Неизвестный альбом». Можете более подробно рассказать об этих планах? Какой альбом? «Неизвестный альбом». «Неизвестный». Да. Вот я это уже где-то встречал и не понимаю, кто это написал. Почему он «Неизвестный»? Разъясните тогда, пожалуйста, эту информацию. Нет, я сам нигде не говорил о том, что альбом «Неизвестный». Альбом «Неизвестный», скажем так, потому что он пока не выпущен. А как он выйдет, так он будет известный. Это новый альбом группы «Князь». Сейчас группа целиком полностью над ним работает. Ну, скажем так, работали мы над ним, начали эту работу очень давно. Первые синглы, относящиеся к этому альбому, они выходили еще до пандемии. Дело в том, что во время пандемии мы остановили эту работу над этим альбомом. Мы стали заниматься другим альбомом, назвали его «Домашний». Записали его в домашних условиях, сидя на дистанционке. Я у себя дома запишу, бас-гитарист у себя, гитарист у себя, барабанщик у себя. И вот потом сводили. Он был шуточный. После этого, когда пандемия закончилась, мы вернулись к работе над нашим альбомом и продолжаем его. То есть, в принципе, наши слушатели его уже ждали в 2019 году. Уже его тогда ждали. А вот в 2023 он только выйдет. Поэтому это самый длинный по времени работы наш альбом. Но, опять же, как бы, многое, из-за чего он задерживался, зависело не от нас. 20 треков, 20 песен планируется в этом альбоме. Две песни будут перезаписаны, улучшены. Значит, 6 песен люди уже слышали. И, соответственно, 12 песен, которые люди не слышали еще вообще. Таким будет наш новый альбом. А примерные сроки когда появятся доступны? Примерные сроки. Знаете, у нас сейчас образовался очень большой концертный график. И в марте и в апреле мы будем очень много кататься. А поскольку сейчас параллельно идет процесс над этим альбомом, если я буду успевать, мы будем успевать в эти окна, когда мы приезжаем домой записываться, то, может быть, мы его успеем сделать весной. Если мы не сможем в эти окна залезать, ну, потому что все-таки гастроли, надо отдыхать. Если так не получится, тогда летом. Ну, с нетерпением, конечно, будем ждать. Хочется поговорить еще об одном проекте. Это выход сериала «Король и шут». Он выйдет в марте. Расскажите более подробно об этом проекте. Да. Это, значит, сериал про группу «Король и шут», про творчество, про приключения. Я даже на слове «приключения» сделаю большой акцент, потому что сериал будет собран из ярких всяких событий, которые с нами происходили. Некоторые из этих событий, которые будут в фильме, наши слушатели узнают. Вот. Они об этом могли читать, слышать и так далее. Ну вот. И также в этом сериале будет представлен мир фэнтези. Что такое мир фэнтези «Короля и шута»? Я неоднократно на протяжении еще, ну, практически всей деятельности группы «Король и шут», я неоднократно слышал от поклонников, от наших, что вот бы создать мир, вот бы его экранизировать, вот бы там сделать какие-то, знаете, в стиле байки из склепа. Ну, самый такой пример. Новеллы. Маленькие, коротенькие новеллы по песням. Вот это бы заснять. Вот почему вы это не делаете, не делаете. Ну, понятно, почему мы это не делали. Мы бы это, конечно, с удовольствием бы делали, но у нас не было какой-то съемочной бригады своей собственной, да, ну и соответственного бюджета, поэтому никогда ничего не делалось. Вот. И даже клипов у группы «Король и шут» ну, раз-два и обчелся. К сожалению. И вот сейчас вот появилась отличная возможность снять не только фильм, посвященный группе «Король и шут», но и заглянуть в этот фэнтезийный мир и показать, наконец-таки, нашим слушателям эти песни в виде вот таких вот, ну, вот этих самых кино-новелл. Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что фэнтезийный мир это один из мощных элементов данного сериала будет. Вы были продюсером сериала? Одним из. Креативным. На съемках присутствовали или видели уже полную работу? Полную работу? Ну, полную работу сейчас пока еще не все видят, потому что там еще дорабатывается, там все-таки идет и графика, и, значит, то есть там процесс вовсю кипит, да? Я еще пока не видел целиком, да? Вот. Отрывки я видел на съемочной площадке, присутствовал в свободное от гастролей время. Вот. И, собственно говоря, мне, как сказать, я впечатлен, очень сильно впечатлен. В какой-то момент я даже это самое перестал, ну, как сказать, вот поначалу у меня были там с режиссером какие-то споры, да? А потом я вот просто доверился, да? Ну, потому что я вижу, что насколько все профессионально, да? Ну, то есть все, вот. Я вижу картинку, я вижу, как сделано все, я вижу игру актеров. Ну, и опять же, конечно, стоит отметить, да? Ну, естественно, как бы у людей, да? Знаете, есть такой момент интересный, да? Это вот дочка. Вот приходит, например, мой одноклассник, да, вот. Ну, Андрюх, ну, она больше на жену похожа на твою. Вот. Приходит со стороны супруги, там, родственница, вылит и папа. И вот люди говорят вот так и вот так. И вот ты сам смотришь и думаешь, да, есть мое, есть жены, да? А люди со стороны концентрированно говорят вот так вот или вот так вот, да? Бывает, что вот прям вот вообще вот не ты и все. Или наоборот, ты и все. Вот здесь у нас получилось то же самое. Я посмотрел по отзывам по поводу актерского состава, да? И, в общем-то, у людей мнения разошлись по поводу, там, допустим, похожести главных героев. Ну, возьмем, например, образ Михаила Юрьевича, горшка, да, Костя его играл. Вот. Одни говорят, не похож совсем. Другие говорят, похож идеально. Увидели его в кадре, мнение в сторону его похожести увеличилось там востократ, да? Потому что иногда даже не сколько внешнее сходство может играть роль, сколько проникновения образу и соответствия этому образу. То есть повадки какие-то, вот эти вот ужимки, мелочи, тонкости, да? Вот. И в конечном итоге, когда я увидел финальную версию, ну, вот уже игры, уже когда актер включился в работу, когда он начал полностью играть, я понял, что, ну, вопросов здесь нету. Я понял, что мы попали, как сказать, ну, прям в точку. Все, вот. Идеально. Собственно, да, позвольте небольшое уточнение. Тогда как проходил, собственно, кастинг, и набирался такой состав актеров, и кто исполняет, собственно, главный ролик? Кастинг проводился, ну, все об этом знали. Даже какую-то фишку пустили, что, типа, берем там всех подряд там фанов похожих, да? Вот. Это все было какая-то ерунда. То есть, на самом деле, брали профессиональных актеров, рассматривали профессиональных актеров, людей, которые имеют практику игры там в театре. Вот. Актеры в основном неизвестные. Вот. Значит, была комиссия, которая выбирала, значит, людей, и, собственно говоря, мне уже показывали лучших. Ну, в смысле, выбранных. То есть, этот, либо этот. Вот Костя, на самом деле, он уже с самого начала там, ну, себя очень круто зарекомендовал. И, по сути дела, когда его нашли, после этого уже даже никого искать не стали. Вот. Вот. С Владом тоже было два актера. Я смотрел между одним и вторым. Там была веселая история по поводу того, что один напористый, Влад более такой в прострации, это самое, ну, когда они показывали роль, да, более в прострации находился такой. Я говорю, что вот он точно, а вот который напористый, нет. Они говорят, ну, он же больше соответствует тебе. Я говорю, он, может быть, больше соответствует мне настоящему. а Влад больше тому. А какой период история группы охватывает сериал? Вы знаете, там, там будет все. Там будет все. Ну, на самом деле, это люди вот будут сами смотреть и увидят. это самое, ну, все самое важное, там все будет. А точные даты премьеры уже известны? Угу. Я не так давно объявил ее в Москве. Это 2 марта. Спасибо большое. Андрей, предлагаю поговорить еще о выставочной деятельности, которая тоже приурочена юбилейному году. в марте планируется открыться выставка, если я не ошибаюсь, панк-культура король и шут. Более подробно об этом проекте, где будет проходить, что будет представлено. Пожалуйста. Значит, эта выставка посвящена панк-року. Это абсолютно удивительная история для нашего времени, потому что для понимания многих, кто в рок-музыке существует, панк-рок давно уже себя показал и ушел. То есть актуальности как таковой нет. Нет, она безусловно есть, потому что это, скажем так, это вечная музыка. То есть панк-рок никогда никуда не уйдет. Каждый год появляются новые группы играющие в стиле панк. Ну, и к слову, я должен сказать обязательно для тех, кто мало в этом ориентируется, панк-рок это музыка очень широкая, очень разноплановая. Очень много групп, которые не похожи друг на друга вообще никак, но при этом они имеют отношение непосредственно к панк-року. По поводу Короля и Шута очень много противоречий ходило панк-не панк. Потому что есть, допустим, радикальные такие взгляды, в отношении панк-музыки и те, кто радикально слушают группу Exploited, они считают, что нет, какой Короля и Шут в принципе панк-рок. Ну, например, те, которые знают группу Sex, Whizzles, группу Clash, группу Ramones, они понимают, что да, почему Король и Шут тогда не панк. Тоже панк-музыка. Основа музыки Короля и Шута это, конечно же, был панк-рок. И на самом деле первое, то есть это та музыка, которая нас впечатлила больше всего. То есть когда мы переходили от Ленинградского рок-клуба, слушая Ленинградский рок-клуб, Алису, кино, когда мы переходили слушать западную музыку, мы, естественно, начали слушать панк-рок в большей степени. И это та музыка, которая нас вот, это самое... Потому что в панк-роке можно все. Ну, это, во-первых, свободное мышление, свободный взгляд на вещи. Это как-то энергия, драйв. Ну, все, что нужно вот парням бодрым. В этой музыке все есть. Вот. Поэтому, ну, вот касательно текстов, естественно, тут уже вопросы могут быть очень большие. Панк-рок это не панк-рок, сказочные тексты, там, персонажи, там, лесники, и охотники, где это, и где панк-рок, да? Ну, у этих песен есть смысл. А поскольку все-таки мы жили и варились в такой некой панк-среде, подсмысл этих текстов очень часто вот именно панковский. Вот. Поэтому, естественно, Король и Шут занимался, скажем так, нисколько продвижением именно панк-рока, сколько популяризации стиля, да. Потому что мы, ну, сколько мы взаимодействовали с различными направлениями панк-рока, все это включали в свою музыку, ну, и как бы с этим это играли. И поэтому я считаю, что Король и Шут, конечно же, с точки зрения вот именно понимания общей массы, это все-таки группа панк-рок-группа в России. Вот. И вот, собственно говоря, выставка будет посвящена панк-року и на ней будет отдел там полностью посвященный Королю и Шуту. Туда я отдаю очень много архивных, раритетных вещей, картин, рукописей, рубашек разрисованных для того, чтобы эта выставка целостно погружала в атмосферу Короля и Шута. И будут всякие другие уже придуманные непосредственно организаторами выставки, всякие другие очень интересные штуки, которые я даже сам очень сильно хочу посмотреть. Например, VR-погружение. Да, хотела про интерактивные экспонаты спросить и, собственно, применение новых технологий. Вы уже с ними познакомились, видели? То, что готовят они, я не видел. А что такое VR, я знаю прекрасно, у меня есть шлем, это круто. Спасибо большое. Собственно, про открытие выставки тоже поговорили. У нас еще будут вопросы, они уже поступают к нам в чат. Тем не менее, я хочу поговорить немножко еще и о концертной деятельности. Как вы сказали, что в марте-апреле очень много поездок будет. Расскажите, пожалуйста, в какие города планируете? И вот у нас тут тоже пишут из Пскова, когда будет концерт в Пскове. И еще спрашивают, приедете ли вы когда-нибудь в Донецк. Ну, вы знаете, по поводу поездок в города, это всегда спрашивают вы. Если зайдете сейчас на наш сайт, вы тоже увидите все это, кучу вопросов. Поэтому эти вопросы давайте пролистывать, потому что мы по возможности ездим. Система очень простая. На самом деле, вот есть у нас директор, который выстраивает концертные туры. Значит, ему поступают предложения на почту от организаторов концертов. И, соответственно, он их рассматривает. А поскольку у нас, как правило, гастроли выстраиваются на год вперед, соответственно, рассматриваются на через год. А вообще надо следить за нашими официальными ресурсами, за нашим сайтом, потому что на сайте официальном эти концерты появляются. Вот, например, сейчас проставлен март, апрель проставлен, допустим, лето проставлен, а потом летом раз появится еще какой-то город, а до этого его не было. То есть, это все там. Я скажу за себя так, я ничего не знаю. Я даже не знаю, куда я еду в марте. Сейчас некогда этим заниматься, некогда отслеживать гастроли. Поедем, потом я весь список, всю логистику буду смотреть и все. Поэтому, уважаемые наши зрители, просим смотреть за анонсами концертов. Сейчас, позвольте, тоже внесем такой интерактив. Уважаемые коллеги журналисты, вы тоже можете присоединиться к нашему разговору. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете подойти к микрофону и задать свой вопрос. Появились уже вопросы? Да, пожалуйста, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Спасибо большое. Елена Данилеевич, аргументы и факты Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что пришли на встречу и имею возможность с вами поговорить. Первый вопрос звучал, но все равно скажите из первых рук. Кому пришла в голову идея и название группы самой «Король и Шут»? И вот много ходит разговоров, что во время фильма и сценария были сплошные конфликты, какие-то несогласия, так ли это было на самом деле? И еще про общение с Дудем расскажите. Вот вам сразу такой целый комплекс. Спасибо. По очереди тогда. Если я забуду, вы мне напомните. Так, первый вопрос, какой был? «Король и Шут», да. Ну «Король и Шут», да, действительно, очень много об этом говорились. Я бы сказал даже так, лет 35 об этом говорили. Вот. Ну, вкратце я скажу так, что «Король и Шут», у нас была группа контора, когда встретились мы с Михом, с Михой Горшеневым в реставрационном училище, у него была школьная своя группа, называлась «Контора». После этого, когда мы уже познакомились с творчеством друг друга, он увидел мои тексты, я увидел, как он пишет музыку, мы решили, что «Контора» совершенно уже не подходит для нового стиля. И поэтому на практике в реставрационном училище, когда мы учились, я даже скажу, в каком это месте было, это было в училище Мусоргского. Мы там проходили практику, но не как музыканты, а как маляры. У нас так было, то есть мы же реставраторы были, а начало реставрационной работы это малярка. В практику мы приходили как маляры, значит, заодно мы смотрели на музыкантов, которые там учатся, и думали, играть они научились. А где же огонек? Куда дальше они пойдут вот с этим своим умением, да? То ли дело, мы панк-рок любим, верим, и так далее. Вот. В общем, и мы начали с Михаи гадать, 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 и в конце концов мы поняли, что перебрали целую кучу каких-то нелепых названий, и в итоге мы поняли, что Шут это должен быть самый главный наш персонаж. Но группу назвать было Шут как-то скучно, просто Шут, и надо было придумать второе слово. Ну, как бы основная задача была выполнена. Ну, в итоге думали-думали, ну, и появился у нас король. Шут и лесник, Шут и охотник, Шут и любой другой персонаж нашей песни не подходил. Ну, это было нелогично. Вот король логично. Вот. И тогда Горшок настоял на названии король шутов. Хотя я сказал, что король шутов не очень. Ну, потому что тогда мы, получается, все равно, то есть, если мы культивируем шута, но мы, получается, из него делаем короля, да, то есть, ну, ну, тут нелогично. А Горшок такой, он любил, как бы, еще иногда не только смысл, но и звучание. Иногда ради звучания мог там немножко смысл похоронить. И говорит, король шутов зато звучит круто. Вот мы год под этим названием были, ну, поскольку группа практически нигде не выступала, это название осталось только, ну, в нашей памяти. Больше нигде. Даже ни одной афиши такой нету. Король шутов. И потом я вот все-таки настоял на том, чтобы было название короля шут. Ну, в общем-то, так это название в итоге и закрепилось. Так, а второй вопрос какой был? Вы знаете, горячки никакой не было. То есть, именно конфликтов каких-то, знаете, были споры, конечно же, но мне кажется, что вообще ни одно дело без споров не происходит. это просто необходимая составная часть любого творческого процесса. Ну, как бы я, ну, то есть, в моем понимании, да, например, конфликт, конфликт, это, наверное, когда люди уже переходят на какие-то эмоции, там, какой-то личного характера. Да нет, такого, безусловно, ничего не было. А вот то, что были творческие споры и разногласия, выстраивалась картинка, высказывались различные мнения, что-то переделывалось, что-то корректировалось, да, это, конечно, было, и, безусловно, это должно было быть в данной работе. Это, знаете, это была большая кастрюля, в которую кинули много вот всего крутого и вкусного, и надо было это и перемешать, и чтобы все это вкусное можно было почувствовать, чтобы это не превратилось в не пойми что. и вот эта кастрюля варилась. Вот. Вот так я этот процесс вижу, процесс очень крутой, и когда была шапка, ну, завершение всего этого мероприятия, и все собрались, было очень много теплых, душевных слов от участников проекта, значит, что четко указывало на то, что люди, весь этот процесс съемочный, они этот процесс через себя пропустили, то есть там не было равнодушных вообще. На шапку пришли даже те люди, которых там даже не ожидали увидеть, и это было очень приятно. Вот. Потому что, то есть, никто туда, знаете, не заскочил в этот проект на вечеринку. Все этот проект проживали, поэтому это в любом случае будет очень, так сказать, в этом смысле хорошая работа в любом случае. Ну, а что про него говорить, это самое, он хотел снять фильм про Миху, вот, начал, короче, всем названивать, ну, в смысле, в плане состыковываться, да, ну, состыковался он с нами, это было, это было, это было, это, я даже не помню в каком году, в 17-м, в 16-м, в 18-м, вот, значит, мы с ним встретились для диалога, по-моему, он встречался еще и это самое с Мишиной женой Ольгой, да, по-моему, он даже с Сашенькой с дочкой разговаривал, значит, на тот период у нас очень было много разночтений по наследию короля Ишута, там очень было много всякого, знаете, как говорится, был такой мир, потом, как бы, вот, собственно, там, мехи не стало, как бы, ну, и, в общем-то, грубо говоря, там надо было все это расставить на свои места, да, потому что был хаос, бардак, и этот бардак надо было привести в порядок, вот, пока мы его приведили в порядок, там, у многих людей были межсобойчики, вот, которые происходили, к сожалению, на глазах всей публики короля Ишута, это большой минус нашей истории, вот, значит, и вот, собственно говоря, я его предупредил, я и вот Вахтанг-директор, мы его предупредили, что, слушай, ну, как бы, вот у нас такая ситуация, ну, если ты пойдешь, допустим, там, к любым участникам короля Ишута, ну, с беседой, конечно, иди, со всеми поразговаривай, ну, и собери фильм про Мишу, вот, но он озвучил такую историю, что мое появление, ну, то бишь, его появление должно стать примирением, то есть, вот я, придя, вот в этот, вот, как бы, на это поприще короля Ишута, вот сейчас, то, что там происходит, вот я сейчас туда приду, и благодаря моему имени, там все между собой перемирятся, а так не бывает, ну, то есть, как бы, ну, во-первых, лично для меня слово имя, оно тоже не существует, то есть, есть личные ситуации, мотивы, да, которые важны, важны, то есть, я не могу там чего-то отложить, чего-то откинуть, только потому, что там пришел дуть, вот, поэтому примирение не произошло, он пошел туда, я не помню, не знаю, поговорил он там с кем-то или не поговорил, в общем, потом он вот сказал, что, дескать, не могу я делать фильм памяти про Михаила на основе вот этого всего, вот, ну, я считаю, что на самом деле надо было ко всем сходить и фильм этот делать, потому что примирять всех не обязательно, ты же не знаешь, что было до этого, ты не знаешь, почему так все произошло, примирять не обязательно, а вот фильм делать надо было, сейчас, ну, сейчас, как бы, ну, где-то с кем-то примирение, где-то нейтралитет, как бы, вся эта возня закончена, да, а фильма и нету, но нету и нету, зато будет сериал 8-серийный. Спасибо, спасибо большое, у нас есть еще один вопрос в зале, пожалуйста, и потом обратимся в чат. Здравствуйте, Елена Асадова, корреспондент ЛЕН-ТВ, во-первых, поздравляю вас с юбилей, спасибо, во-вторых, хотелось бы больше уделить внимание сериалу, что лично для вас было самого сложного в съемках, это первый момент, а во-вторых, какую лепту вы внесли в создание, вы же не только делились историями, может быть, вы что-то еще сделали для сериала, расскажите подробнее. Ну, как, во-первых, сериал снят по мотивам песен мной написанных, во-вторых, огромная часть историй, которые там будут происходить, они взяты из наших разговоров, ну, мы встречались со сценаристами, встречались с режиссерами, у нас было место, встречи, одно и то же, вот, мы, короче, там встречались, я рассказывал, рассказывал, посвящал, вводил, там, допустим, объяснял, там, какой Миха был, да, какой я был, там, какие кто-то еще был, да, вот, почему то произошло так и всяк, ну, они еще ориентировались на книгу Балунова, вот, и также они ориентировались на рассказы Лешки, Горшенева, брата Миши, ну, и, соответственно, там еще и Татьяна Ивановна принимала участие, она и на съемочную площадку приезжала, это самое, очень много людей, на самом деле, еще помимо меня, рассказы свои рассказывали для сценария и для режиссера, вот, ну, соответственно, потом уже начался процесс непосредственно самого сценария, когда этот сценарий попал уже ко мне, я уже там, катаясь на гастролях, созванивался там, корректировал, значит, какие-то моменты в сценарии, там, естественно, сценарий был и у меня, и это самое, и к Лехе прилетал, то есть мы корректируем, потому что я, например, за те моменты, когда, допустим, ну, то, что без меня происходило, да, ну, допустим, там, между братьями, да, тут, естественно, уже я это не корректирую, я уже звонил Лехе, допустим, типа, так было, он такой, ну, да, это четко так было, ну и все, вот, то есть как бы каждый отвечал за какую-то свою такую, как бы, ниточку в сценарии, вот, но когда мы в итоге там утрамбовали сюжет, конечно же, мы искали компромиссы, потому что, знаете, я для себя, это я тоже для наших слушателей хочу сказать, очень важный момент, потому что все там, знаете, спорят, будет ли так, как было, либо много вымысла, либо много чего-то еще, да, вот, это вопрос сейчас больше всех волнует, что-то, не получится ли просто, знаете, какой-то там мир короля и шута, которого в реальности не было, нет, ребятки, вот, ну, как бы бояться не надо, что будет какой-то вообще резонанс, знаете, вы увидите король и шут, ну, история будет про другую группу, нет, но, отмечу один важный момент, у кино есть свой язык, то есть, есть, допустим, вещи, которые в реальности происходили, а в кино они, их не показать, ну, либо они могут быть слишком сложные для кино, либо несмотребельные, либо на них надо было делать какой-то мега супер акцент, а сюжет этот, ну, не третий, ну, то есть, а вот сам по себе он как бы этого не несет, да, допустим, ну, муки творчества, да, вот, мы же, допустим, если бы мы снимали, допустим, допустим, как там, допустим, Достоевский писал свои произведения, да, и вот там сюжет, где он сидит, думает, сюжет, где он там вот так вот думает, потом он там вышел, так думает, да, это никто показывать не будет, правильно, а из этого состояла наша жизнь, естественно, это все проглатывается кино, и это все формируется в какую-то единую картинку, ну, и таким образом, мы, естественно, нашу жизнь, в чем был компромисс, между, допустим, мной, как человеком, который историю рассказывал, и между, допустим, сценаристом, в чем компромисс искался, в том, чтобы нашу жизнь перевести на киноязык, а на киноязыке, естественно, там некоторые вещи, они, ну, допустим, это было тогда, тогда и тогда, вот три, ну, то есть три обстоятельства, и произошли в разное время, а в кино они, то есть это было, но это соединилось, ну, образно говоря, то есть я так гипотетически рассказываю, да, вот, то есть вот в этом искались компромиссы, я, потому что, ну, кто за моим интервью смотрел, я говорил, что, ребят, ну, если бы снимать, вот прям досконально, как все было, тогда, допустим, год встречи горшка и князя, 88-й год, ну, и, допустим, эпоха реставрационного училища, потому что там очень много чего происходило, и в наших головах, в нашем становлении, в переоценке, и в какой-то, в идеологических каких-то наших вот достижениях, до этого периода можно посвятить целый сезон, то есть вот эти самые восемь серий, не про вот как бы в целом, да, а вот просто вот про этот период, вот если бы мы вот соблюдали вот эти все подробности, да, но другое дело, что, понимаете, такое бы кино, оно, ну, лично мне бы, как автору, оно бы, наверное, было бы интересно, я прекрасно понимаю, что есть вот зритель, большое количество людей, которые этот сериал будут смотреть, и вот такое вот, знаете, погружение, полное погружение в жизнь людей, очень сильно сократит количество людей, которые это будут смотреть, ну, потому что это будет тяжело, вникать, уходить в это, поглубляться, углубляться, поэтому все-таки мы, конечно же, этот сериал был переведен на язык кино, и в этом и был наш рабочий компромисс. Вот, ну, собственно говоря, по работе с актерами, меня больше всего, естественно, важный, самый важный для меня был момент, это как бы игра актеров Горшка и Князя, вот, и в этой связи я, мы провели очень веселую встречу, незабываемую, в одном заведении, когда я должен был показать, вот, свои, там, сорок девять, я должен был показать свои двадцать, чтобы, актеры же, это такие люди, они, вот, они на тебя смотрят, и они вот это впитывают, да, вот как бы раз-раз-раз-раз, то есть, это был очень важный момент, потому что я действительно, ну, ну, там, так сказать, без пивка не получилось бы мне, вот, зайти в этот период, да, и там было пивко, и, соответственно, ну, в итоге мы зашли в этот период, и, действительно, есть очень веселые фотографии, то, чего я сейчас себе не позволяю делать, но вот позволил, потому что зашел в тот период. Вот, это было, так сказать, боевое крещение, подождение, посвящение непосредственно в роли. значит, это самое, ну, вот, наверное, это главные моменты, я сейчас перечислил, в которых я активно участвовал в процессе этого события. Спасибо большое. Андрей, нам в чат тоже пишут журналисты, которые смотрят нашу трансляцию, тоже по сериалу небольшое уточнение, где можно будет его увидеть? на кинопоиски. Спасибо большое. Поступил еще один вопрос, пишут в наш общий чат. Наталья Плотникова-Гаврилова обращается к вам. Андрей, как сейчас, с высоты полувекового юбилея, вы вспоминаете бурную молодость, если напутствие молодому поколению? Да. Ну, вспоминаю я как. Круто было, весело. Вот, ну, на самом деле, я не говорю, что было, потому что у меня, то есть, все только, как говорится, знаете, и продолжается, и что-то начинается, поэтому я, мне все очень интересно, по сей момент. Вот, сейчас у нас вот группа «Князь», огромное количество гастроли, и, то есть, какие-то недосказанные вещи ранее, они сейчас досказываются, это тоже очень важно. Вот, может быть, я когда-нибудь потом начну какие-то проводить аналитики с высоты возраста, да, но сейчас я к этому не готов. А что касается, а что касается напутствие, ну, напутствие, если брать в расчет, допустим, нашу юность, молодость, мы были, мы были таким, что называется, поколением сам себе предоставленным, но это не только наше поколение, было само себе предоставлено, и поколение за нами было само себе предоставлено, поколение перед нами, оно все-таки чуть-чуть было воспитано советским временем, но это была эпоха застоя, поэтому и те были сами себе предоставлены, короче, все мы были сами себе предоставлены. Вот, и, соответственно, как бы, было сложно себя от многих вещей уберегать, вот, поэтому, естественно, ну, как бы, напутствие молодому поколению, естественно, сейчас в этом смысле время, это, конечно, более, я бы сказал, строгое и дисциплинированное, да, потому что курение-то не приветствуется, правильно? Ну, а раньше его, это самое, даже в самолетах курили. Вот, сейчас более дисциплинированное, в этом смысле, время, ну, естественно, я пожелаю, во-первых, никому не пробовать ничего наркотического, потому что это безобразие для мозгов, надо понимать, что если ты хочешь каких-то добиться вершин, то мозг свой лучше поберечь для них, вот, вот, ну, и, соответственно, естественно, я всегда буду ратовать за рок-музыку, за рок-н-ролл, за настоящий рок-н-ролл, за свободную музыку, за музыку, которая разгоняет кровь, стимулирует к полезным, так сказать, действиям, значит, благодаря которой можно на концерте отвести душу, если что-то накопилось, вот, так что, слушайте хорошую музыку, молодежь, это еще не все, но я потом скажу что-нибудь еще, вопрос поступил тоже в нашем чате, Елена Наибалова пишет, будут ли международные гастроли, есть ли это информация, будут ли международные гастроли, слушайте, в такой период, задаете такие вопросы, сейчас не знаю, на самом деле у нас, вот я говорю, директор есть, туда письма все приходят, мы рассматриваем, на текущий момент, вот я знаю, что март-апрель, мы по России ездим, а, значит, летом, там, Дальний Восток, ну, короче, не знаю, не знаю, надо на сайт смотреть. Спасибо большое, уважаемые журналисты в зале, есть ли вопросы еще, пожалуйста, в микрофончик, чтобы было слышно. Спасибо. Андрей, ну вы, помимо того, что вы потрясающий музыкант и организатор, и вообще молодец, огромный, вы еще и художник, и вот к анимации рук приложили, вот под вашим, ну, уточните, руководством или началом выходит вот фильм сны канализации, такое название замечательное, я считаю, вот, что вам там приснилось в этой канализации и вот будут ли продолжаться эти проекты и вы, может, дальше будете анимацию развивать. Спасибо. Да, конечно, ну, на самом деле, главная задача 3D графики, она заключалась в том, чтобы делать экраны на наших концертах, потому что у меня стоит в райдере, что позади сцены висит большой экран, на котором будут представлять по песням сюжетные какие-то ролики, и в 3D графики выполнены мной, значит, показаны. До этого я очень много времени потратил на изучение анимации, но, к сожалению, это был неправильный немножко путь, потому что надо было больше смотреть уроков, а не самоучкой двигаться. Вот, потому что потрачено было больше времени. но зато есть главная работа, это клип на песню «Лесник», который я выполнил сам в течение трех лет. Ну, не постоянной работы, но периодически к ней возвращаясь, я эту работу наконец выполнил, клип на песню «Лесник» в анимации. Вот после него я уже перешел на 3D графику, и она мне стала даваться. Я был очень темно-то рад, потому что я думал, что этому надо очень серьезно заниматься и брать какие-то серьезные курсы, да и вообще сколько это займет времени. А как выяснилось, этого можно достичь. Вот, и, соответственно, я начал делать экраны, после этого у меня появилась идея делать мультики и делать клипы. Вот сейчас в процессе создания сразу 2 или 3 клипа на песни группы «Князь» и 2 клипа на песни «Король и шут». Но это все в процессе, это еще пока не закончено, потому что я параллельно сейчас для себя еще и осваиваю эту работу и операторскую, получается, потому что я сам камеру внутри проекта выстраиваю, ну и, соответственно, я изучаю еще эту вот и сценарную тему, чтобы у меня сюжет был адекватно смотрелся, ну и, соответственно, и в итоге монтаж. Вот эти все направления, которые одновременно изучаю. Вот, значит, что касается сценов канализации, это была моя первая шуточная пробная работа, то есть это не какой-то там, знаете, артефакт, вот смотрите, какую я создал работу, да, нет, это была первая пробная работа, но, к сожалению, я никак не мог на ней остановиться и продолжение придумывал по ходу дела, поэтому эта работа подзатянулась аж на целых, по-моему, 17 минут, и в итоге вот она такой, ну, такой, психоделическая получилась, что ли, то есть она мне не приснилась, это просто я ее придумывал по ходу. Спасибо. Уважаемые коллеги, переносимся вновь в чат, поступил вопрос, Андрей, расскажите о новом альбоме группы «Князь», может, вы уже можете сказать его название или дату выхода, более конкретно? Значит, название у нас рабочее сейчас есть, оно по песне, значит, называется «Платим за шута». песня с достаточно веселым содержанием, естественно, я ее рассказать пока не буду, вот, это рабочее название этого альбома. А еще что спросили там? А когда выход? Дата. Даты выхода мы пока не скажем по той простой причине, что вот сейчас вот мы играем юбилейный концерт в Санкт-Петербурге 11-го числа, после этого между, в интервале между концертом в Петербурге и концертом в Москве, который 18-го числа юбилейный концерт, в этом интервале мы опять запрыгиваем на студию и пытаемся, у нас весь материал готов, он весь в руках, он записывается быстро, но времени катастрофически мало, а торопиться мы вот так, чтобы совсем не хотим, потому что где-то что-то не углядишь, а потом будешь всю жизнь жалеть. Вот, поэтому мы очень тут сейчас внимательно и ответственно относимся к этому вопросу, мы что-то дозапишем в этом интервале, потом после 18-го у нас еще будет какой-то интервал, и мы опять в студию влезем, а потом мы поедем в тур. И если я буду успевать запрыгивать в окна между концертами, приездом домой и отправкой снова в тур, значит, дело будет идти быстрее. А если не буду успевать, что вполне вероятно, потому что у меня, получается, приехал, один день дома и опять уехал, то тогда я, может, не смогу запрыгивать в студию, и тогда я на нее запрыгну только, может быть, в апреле, потому что там чуть посвободнее, а вообще, наверное, или тогда в мае. Вот, вот так как бы ситуация, если реально брать вещи там и не говорить о том, что мы вот сейчас его моментально выпустим, да, вот в рабочий процесс он вот такой. То есть будет получаться, будет раньше, не будет получаться, будет летом. Спасибо большое. Поступил еще вопрос от корреспондента информагентства ТАСМа, коллега Елена Новицкая просит уточнить, где и когда откроется выставка, о которой мы говорили ранее. Она откроется в Москве, вот, значит, когда, когда, по-моему, я вот не могу сейчас точно сказать, потому что я забыл. И тот мне подскажет, сейчас здесь не присутствует. Ну, мы, я думаю, уточним эту информацию. Да, уточните, потому что звонить сейчас не очень. Более подробно. Уважаемые коллеги, есть ли еще в зале вопросы? Да, пожалуйста, ваши вопросы, потом ваши. Александр Черняков, Радио Петербург. Андрей, скажите, пожалуйста, несколько слов чуть-чуть о периоде развития группы, когда вы служили в армии. Очень интересно. И второй вопрос, может быть, какая-то строчка из песен «Короля и шута», которая заиграла для вас новым смыслом спустя много лет. Спасибо. Ну, во-первых, когда я ушел в армию, меня забрали за пять дней до Нового года, и я свой первый Новый год встречал в наряде с одним только мандаринчиком. вот, значит, у меня три года учебки, когда я ее проходил, это был сущий беспредел, потому что как бы я живу в нашем творчестве, там, в Питере, горшок с группой, они там что-то делают, а я тут, знаете, это самое, рота равнясь мирно, марш-бросок зимой в ПШ. и вот, собственно говоря, как бы это все не радовало. То есть, ну, три месяца учебки, собственно говоря, как бы они в итоге прошли, и под конец я решил закосить. Я пошел в санчасть, я сказал, что у меня болит живот, но я начал вспоминать, что у меня вообще болит, что у меня такое есть, вот на что я могу как бы упор сделать. Я вспомнил, что у меня, ну, там, в шестом классе я там с желудком в больнице лежал, правда, он меня больше не беспокоил, но тем не менее можно было, потому что, как бы, особо врать-то не приучен, а надо, чтобы, как бы, хоть какая-то чуть-чуть правда была, ну, чтобы самому себе верить. Я пришел, начал, как бы, рассказывать про, вот, собственно, про желудок, он меня госпитализировал, ну, в смысле, положили в санчасть, ну, и по вечерам я начал там под гитару песни отмачивать, вот, а по утрам, я смотрю, вот этот, этот врач, который делает эти обходы, к каждому подходит, как ты себя чувствуешь, и каждый говорит, что, ой, там нет, это болит, вообще, вот здесь тоже ломит, а здесь, а здесь вообще бебет, вот, и до меня дошел, и я думаю, а я вот буду немножко по-другому, ну, типа, чтобы было правдоподобнее, я скажу, что не то, что там меня все болит, да, поймет же, что выдумываю, тем более, ну, может, может, я даже неправильно совру, и я такой, уже лучше, он говорит, ну, на выписку, я такой, упс, значит, и вот как раз я помню очень такой важный для себя момент, ну, прямо вообще, такой мужской, я, у нас в казарме, там санчасть, а там рота, и я вот на середине остановился, стою, думаю, ну, и что я сейчас, как тут лузер, буду вот в эту санчасть ходить постоянно, на что-то жаловаться, пытаться отсюда свалить, возьму-ка, типа, себя в руки и сделаю акцент на том, что, вот, добиться того, чтобы я здесь, в армии, делал то, что я умею, то есть, не просто там, вот, ну, у меня железнодорожные войска, это неинтересно, это шпалы таскать, это железнодорожные пути строить, ну, я подумал, что, естественно, я не хочу этого делать, потому что я хочу песни писать, рисовать картины, вот, я пришел в роту, уже с другим настроем, ну, и решил, что, как бы, внутри должна быть какая-то воля, какой-то камушек, который поможет мне справляться со всеми трудностями и так далее, и мне тут же подфартило, то есть, ну, как говорится, где-то там на небе правильные поступки, ну, как это же, отмечаются, и тут же спросили, кто умеет рисовать, я такой, я, и все, и меня замполит просто берет к себе в канцелярию, как художника, у нас там не было звания художник, поэтому я был всю дорогу за штатом, значит, мне там то арматурщик, то еще кто-то писали, а вообще я был, то писарь, а вообще я был просто художником за штатом, потом я начал вести деятельность музыкального характера, и даже два раза на батальоне выступал со своими собственными песнями, потому что все остальные пели армейскую песню, а я пел свои собственные песни, на батальоне, причем одна из них называлась «Руки к небу», которая сейчас недавно в группе «Князь» вышла, только мы ее переделали слегка, потому что там я под гитару ее так пел, а тут мы сделали ее по лиричнее, лиричнее. Вот. Ну и, собственно говоря, мне позволили, значит, комнату, оформлять комнату военнослужащих как художник. Я разрисовал всю роту, причем разрисовал, опять же, не солдатами с автоматами, а тем, чем хотел. Там у меня были всякие люди смешные, там даже этот, динозавр. Вот. И таким образом, а, ну еще я нарисовал порядка 200 гербов Российской Федерации, потому что тогда был поменен герб, ну и все сразу ко мне обращались. Потому что у каждого офицера в кабинете должен был висеть герб Российской Федерации. А еще я нарисовал 150 портретов девушек, моих военнослужащих. Не мог отказать даже тому, кто из нарядов не выползал. Ну, как бы, если рисуешь всем, значит рисуешь всем. А потом, когда ко мне дагестанцы с первого этажа начали приходить с теми же просьбами, я уже понял, что еще 150 человек я не выдержу. Вот. Ну и, соответственно, там же я писал, начал писать песни для короля Иши Та... Ну, в смысле, для нашей группы. Вот. И отправлять их горшку. Таким образом, песня «Камнем по голове», например, «Прилетела Миха из армии». И он уже там ее делал. Вот. Ряд других песен. Песня «Утопленник», она тоже была в армии написана. Вот. И мы переписывались с Михой письмами. Значит, я их... Вот в этой книге одно письмо моё ему, а вот в этой книге три его письма мне. Три, по-моему. Вот. Вот как раз они из армии были, мы с ним переписывались, и как бы обсуждали вот всякие творческие какие-то пути и дальнейшего характера, и оформление для альбомчиков надо было чего-то там сделать. Ну, там самопальные выходили у нас какие-то. Вот. Я тогда тоже рисовал это дело. Не все картинки, к сожалению, сохранились. Ну, очень жаль. Ну, то, что сохранилось, будет как раз на выставке представлено. Ну, а потом вернулся, горшок такой весь уже ходит. Крутой такой, в косухе, там в кожаных штанах. Я говорю, где? На дыболтон. Говорит, а чё? У нас там в там-таме шьют. Типа вот взял. Сшил сам себе на заказ. Там такие косухи и кожаные штаны, которые не пробиваются. Вообще, там пуля не пробьёт. Вот. Из свиной кожи. Вот. И он такой весь крутой, а я тут в спортивном костюме пришёл из армии. И он такой, да ты на себя посмотри. Ну, полностью сразу нейтрализовал весь мой путь. Я такой думаю, ладно, не буду я тебе, Миха, ничего доказывать. Для меня армия очень много сказала. Я, конечно, не буду сейчас кричать, бегать на каждом углу, что мне армия помогла, ну, как чисто для моего собственного становления. Но, тем не менее, ну, мне, конечно, повезло. Теоретически можно было с характером с кем-то не сойтись. Там были люди, которые меня недолюбливали и которые бы с удовольствием меня из нарядов бы не выпускали. Мне просто повезло с замполитом. Я с ним, кстати, до сих пор отношения поддерживаю. Вот. И с командиром роты. Спасибо. Спасибо большое. Да, у нас есть ещё один в зале. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, время нашей пресс-конференции, к сожалению, ограничено. Вопросы поступают. Тем не менее, мы постараемся ответить на все вопросы. Хотела уточнить, а в Петербург поедет ли выставка когда-то? Рассматривается такой вариант. А, Витя, я вот в том-то дело, что не могу еще позвонить и сказать, могу ли я об этом говорить или нет. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Хочу вас уточнить, чтобы я понимала. Позвольте тогда вновь обратимся к чату. Небольшое уточнение поступило. От Кинопоиска была информация, что готовится трибют альбома по группе Король и Шут. Есть ли какая-то информация о нем? А кем готовится? Так пишут в комментариях, собственно. Информации нет. Вы знаете, я скажу так. Сейчас я такого, честно говоря, никогда не видел. Не знаю, может, в мировой практике такое есть. Я не знаю, сколько в Германии групп Рамштайн, где поет человек, похожий на Тиля, Линдемана, или сколько, допустим, в Англии клэшов было, сколько было рамоносов и секс-питлосов, я понятия не имею. И когда не стало Цоя, я знаю, что появилась группа, которая поет песни Цоя, но то, чтобы на каждом углу я видел Цоя, такого не было. Ну, может, оно и было, может, я просто не видел. Сейчас я в шоке от количества групп, играющих Король и Шут. По всем городам. В каждом городе есть группы, играющие Король и Шут. Причем они играют полные сеты группы Король и Шут, и их вокалисты делают иголки, одевают плащи и полностью имитируют всеми повадками и голосом Миша Кашинева. Вот. С одной стороны, как бы кто-то скажет, а что тут плохого? Ведь это и есть популярность. А с другой стороны, я хочу отметить все-таки один важный момент. Если пересмотреть все наши с горшком интервью раннего периода и позднего периода, то мы на самом деле всегда очень ратовали за то, чтобы рок-н-ролл в нашей стране развивался и не держался только на плечах, на плечах, так сказать, динозавров русского рока и так называемой второй волны, которую представляли мы и еще несколько групп. То есть, ну, как бы рок-клубов не стало и музыкального объединения рок-н-ролльного тоже не стало. Поэтому все было на общественных началах. Вот. Но мы хотели, чтобы, как и лидеры красной волны русского рока, хотели, чтобы появилась вторая волна русского рока. также и представители в лице нас второй волны русского рока хотели, чтобы появилась третья волна, чтобы была некая такая преемственность. Вот. Но эта третья волна, она как-то, знаете, не так, чтобы и хотела появиться. А вот музыке, вот нашей, своей, да, отечественной, ее как бы рок, вот современный молодой, ее не так много. Ну, вот, которую вы можете услышать, да, которая бы где-то звучала, да, может быть, там в клубах она играется, может быть, есть очень много хороших групп. Но я вижу только Король и Шут и только имитацию Короля и Шута. А почему бы этим ребятам не взять и не начать свои песни писать и двигать рок? Делать, не прикидываться горшком, а делать то, что Горшок именно говорил. Вот тут мне не совсем понятно. Мы же не к этому вас вели, ребятки, вы что? Что за копирование повсеместное? Надо же, ну, как бы свое творчество формировать и это самое, ну, эти, кто там сидят, которые это, попсуты распространяют, они же, ну, скоро вообще, вы дождетесь, знаете чего? Что скоро все эти продюсеры начнут рок-группы клепать, которые будут петь бездуховные песни? Ну, это будет в стиле рок. Ну, и все. И о вас уже никто не вспомнит, поэтому, а то, что вы копируете горшка, у вас будущего-то нет, вы свои песни пишите. Андрей, еще один вопрос, Олег Ермак в нашем чате просит спросить о режиссере Фитодове, он должен снимать фильм по мотивам песен, он снимал тизер на песню «Фред», собственно, об этом проекте, есть ли какая-то информация? «Фред»? Да, очень неплохая работа на песню «Фред», такая художественная. по поводу фильм по мотивам песен, идет ли эта работа в этом направлении? А, фильм по мотивам песен? Да. Ну, как, вот сериал, это самое, в нем будут, в нем будут по мотивам песни других, такого рода работ сейчас не происходит, кстати, да, это самое, еще я не сказал, эта информация, она пока еще не широко распространилась, а документальный фильм-то про король и шут тоже сейчас снимается, уже первая часть снята, и очень скоро о ней тоже все узнают. Документальный фильм, там будет очень много отрывков из нашей жизни, которых никто не видел даже в интернете. Спасибо. Это я все потом расскажу, да, потому что сейчас это, ну, не на повестке дня, и тем более, что мне еще, грубо говоря, отмашку по информации не давали. Снимают? Нет, 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 здесь, не там. Позвольте еще уточняющий вопрос, наверное, очень логично, завершающий нашу пресс-конференцию, он тоже от корреспондента ТАСС, Елены Новицкой, она просит уточнить про планы, про творческие планы на предстоящий 2023 год, и вот, может быть, так подытожить информацию, что было сказано, что ждать специально вашего таланта. Ну, в общем, подытожим, значит, ждем сериала, все мы дружно, вот, значит, ждем мы выставку, вот, посвященную панк-року с большим большим уделением внимания творчеству Короля и Шута. Материала для этой выставки очень много. Также, значит, группа «Князь» готовит новый альбом, и весной или летом мы его выпускаем. в поддержку там, соответственно, будут выпущены для коллекционеров винила, будет и винил, будут и кассеты. А, значит, 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 дальше, как я уже говорил, планируется к выходу не за горами, значит, документальный фильм, посвященный Королю и Шуту. Вот, я готовлю к изданию и к выставке непосредственно книгу иллюстраций, в которую собираю все свои работы, начиная с эпохи Короля и Шута, начиная с самого раннего творчества, то есть те картинки, которые я рисовал еще в ранний период, проанализировав эти работы, можно понимать откуда ноги растут. Вот, значит, и все мои иллюстрации, короче, это полное собрание картины, рисунков, которые были сделаны мной за период от, там, 13 лет до 50. Эта книга тоже не за горами, но она не считается третьей частью этой серии, третьей частью этой серии будет другая книга. Спасибо большое, у нас еще есть вопрос. Наталья Солдаткина, Радио Петербург. Я хотела спросить, вот Бог с ним, с Дудем, не вышло, с фильмом, а собираются ли как-то еще, может быть, увековечить, дать дань памяти Михаила Грашенева, потому что в этом году 50 лет со дня рождения, 10 лет со дня смерти, может быть, планируется еще какой-то документальный фильм или какой-то, не знаю, какая-то выставка, специальный концерт или что-то в этом роде. Спасибо. Так я вот думаю, куда же еще больше. Ведь все... А вот этот как бы документальный фильм, он больше вот ему посвящен, да. Ну, концерты будут еще, концерты будут летом, традиционные. Вот. Значит, мне кажется, знаете, такое посвящение, которое сейчас происходит, то есть тут любой может позавидовать, потому что, ну, во-первых, чего только стоит этот сериал. Ведь все равно же, допустим, даже в этом сериале, ну, все равно же как бы там, ну, он там про группу, про дружбу, там я есть, но все равно же там Миха идет как главный герой. Вот. То есть это самое... Это все ему посвящено, конечно. И вы знаете, еще тоже я там иногда на критику, отвечаю, да, друзья мои, как вы думаете, человек при жизни, делая, создавая культуру, любя свое дело, мечтая, и это ни для никого не секрет, ну, как бы растрясти страну, ну, с точки зрения музыки, панк-рока, своего любимого занятия. Значит, как говорится, дать жару, там, попса нахрен и так далее. То есть человек, который не сидел где-то у себя в домике прятался от мира, там, и писал свои песенки, да, а который ярко себя позиционировал и выражал. Как вы думаете, хотел бы такой человек, чтобы сняли фильм, фильм, который бы отражал его амбиции, его жизнь, мир, в котором мы существовали, сказочный, да? Хотел бы этот человек или нет? Вот задумайтесь. Это я для тех людей говорю, которые считают, что все это там, вопреки эксплуатации образа и так далее. Ну, вот эта чушь, да? Вот просто подумайте над этим, вот именно не с позиции, как вам кажется, а с позиции, мог бы, допустим, хоть на секунду представить, что он бы вдруг этого не хотел. А зачем? Зачем променять в сериал? Подумайте только. Спасибо большое. Андрей, буквально вот вопросы поступают и поступают, интерес очень большой. И давайте вот тогда еще уделим небольшое внимание тем, кто у нас в чате. Как вы относитесь к группам, которые продолжают играть в вашем стиле, не копируя горшка, но играющие свои песни со своей программой? Ну, смотрите, продолжение стиля это, ну, нормальное явление. Потому что, ну, допустим, после того, как образовалась группа Рамона, сколько групп было последователей этого стиля, да? То есть, это абсолютно нормальное явление, потому что кто-то закладывает основу какого-то направления, а потом уже более, ну, поколения дальше идут, как бы они это продолжают. Вообще, заимствование в рок-музыке оно тоже всегда было. Потому что вы можете, например, увидеть у легендарных, известных мировых групп заимствование у каких-то других таких же известных мировых групп. То есть, я имею в виду заимствование в хорошем смысле. Не плагиат там, да, не копирование, а вот именно какой-то заимствование. Идея, да? Вот одному идея пришла, почему другому ее не подхватить, Нормальное явление, да? А вот копирование, да, для меня это, ну, это для меня пошлость. Как бы, я понимаю, что это как бы производная популярность, и это указывает на популярность, это было, есть и будет. но если эти коллективы, которые имитируют Король и Шут творческие, то тогда займитесь своим творчеством. И не думайте, что Король и Шут станет для вас этой взлетной полосой, что сперва вы играли Король и Шут, а потом резко переобойтись и запоете крутые свои песни. Вы профукаете это время. Андрей, а насколько поменяется концертная программа? Есть ощущение, что многие песни качуют из концерта в концерт. последние два года пишет Кирилл Кондрашов по поводу программы концертов. Будет что-то новое, возможно, или будут старые песни. Насколько поменяется Я подумал, что Кирилл Кондрашов пишет концертные программы. Думаю, кому он их пишет. Нет, пишет этот вопрос. А что за вопрос? Насколько поменяется концертная программа, вот складывается ощущение, что некоторые песни из года года качуют. А, хороший вопрос. Мы, конечно же, вот сейчас мы очень вводим целый блок новых песен. Есть песни, от которых отказаться нельзя. Значит, почему? Потому что... Это какие? Да, это элементарно. Это кукол колдуна, это ром, это лесник, это со скалы. старые вот эти песни «Короля и шута», которые все знают и их все ждут. Люди приходят на концерт, ну, как бы, разные. Есть, как бы, слушатели, которые говорят, ну, чего опять эта песня, ну, чего опять эта песня. А есть, как бы, человек впервые приходит, детей приводит, и приходит ради этих песен. И получается, что вот, как бы, ну, как бы, мнение зала, оно расхоже. Кто-то вот хочет, давай вот только вот то, что я знаю, я под это угорать пришел. А кто-то говорит, да давайте уже новенькое, хватит уже вот это играть. Ну, и, собственно, между этим приходится, конечно же, лавировать. Поэтому, естественно, каждый год мы программу обновляем. И, допустим, тоже вот есть города, допустим, мы не были в городе четыре года, да? Или три, да? Мы в этот город уже накидываем песен, которые играли, ранее три года, которые известны, Больше известны. А, например, город, в который мы играем каждый год, мы там стараемся программу как можно больше разнообразить. Ну, конкретно по вопросу, действительно, мы сейчас к юбилею, естественно, оставляем все эти, как бы, полотна, которые народ всегда хочет слушать. И, естественно, добавляем, меняем там, кое-что откидываем, это самое, а кое-что добавляем из таких боевиков. К сожалению, пока не можем поставить, ну, очень хочется поставить новые песни в эту программу, но, к сожалению, больше мы их показывать не можем, теперь только после выхода альбома. Спасибо большое. Давайте еще один вопрос и завершаем. Вопрос от Елены Данилевича. Елена, вам как удобно, чтобы я озвучила, или можете вы? Давайте, пожалуйста. Андрей, ну, раз, вот вы говорите, что Король и Шут появились, да, и там, и там, то возникают ли проблемы с авторскими правами на песне в таком случае? И вообще вы как-то реагируете вот на таких двойников? Или, ну, пусть поют и дальше? Да я, вы знаете, я же, видите, как, то есть я за ними бегать, что ли, буду? Или кого-то там, юристов каких-то к ним посылать, да? Дело в том, что если люди по-другому себя не позиционируют, я с моральной точки зрения сейчас просто говорил все это, потому что, конечно, тут бегать всем запрещать, это, ну, делать больше нечего. Это во-первых, а во-вторых, соответственно, и опять же, как я говорю, что я понимаю, что это, ну, производная популярность и группы, они, я же знаю, как они рассуждают, некоторые из них, они говорят, что у нас есть публика, которая на нас ходит, и они очень любят, как и мы, король и шут, и мы вместе погружаемся в эту атмосферу. Ну, вот они погружаются в атмосферу, да, ну, погружаются и погружаются, но если у группы есть какой-то потенциал, кроме как погружения в атмосферу короля и шута, хотя бы вот то, что человек спросил, что, а как вы относитесь к продолжению стиля короля и шута, ну, тогда продолжайте, продолжайте, пишите песни похожие и смотрите, как люди будут, может быть, у вас появится своя атмосфера, потому что я говорю, продюсеры в Москве не спят, они это самое, скоро появятся рок-группы, которые вам вообще проходу не дадут, если вы себя никак не проявите, будут играть рок, коммерческие рок-группы повсюду, бездуховное творчество демонстрируя, со слащавыми текстами. Спасибо, спасибо большое, что ж, уважаемые коллеги-журналисты, время неумолимо идет, я думаю, на этом мы можем завершить нашу сегодняшнюю встречу, спасибо вам большое, Андрей, за то, что пришли к нам на площадку пресс-центра, конечно, еще раз поздравляю вас с юбилеем, спасибо, творческих успехов и, конечно, с нетерпением ждем тех проектов, о которых мы сегодня говорили. мы ждем, ждем. Уважаемые коллеги, спасибо за ваше...